Юбилейная выставка Аси Феоктистовой «Осколки рая» стала одним из самых ярких культурных событий нашего города, а галерея современного искусства «Футура» – одним из самых притягательных мест. Подробности узнаем прямо сейчас. У нас в гостях художник Ася Феоктистова. Здравствуй, Ася. Здравствуйте. Выставка носит название «Осколки рая». Почему? Это выставка юбилейная, и мне хотелось в Нижний Новгород привезти самое щемящее, самое острое, самое необыкновенно проникновенное, то, что у меня есть из моих работ. И, в общем-то, задумавшись о том, ну, давно достаточно, что будет на выставке, я подумала, что вот эти вот мгновения красоты, которые поражают и заставляют художника взяться за кисть, это и есть напоминание о той гармоничной великой природе, которая была создана на Земле и существовала без изъянов. И с течением времени как бы эта износилась, исчезла, но вот эти вот яркие впечатления, «Осколки рая», как я называю, они присутствуют. И очень часто, встречая это в жизни, человек поражается красоте, ну, как-то удивляется. И вот эти вот именно моменты удивления для меня, вот моменты чистой красоты – это и есть «Осколки рая». Очень интересным текстом открывается каталог твой, да? Ты говоришь там об эталонах жизни. Сколько их представлено на этой выставке? Интересный вопрос я на самом деле не сосчитала, но могу сказать, что воздух – картина, да, эталон прозрачности, чистоты, картина кормящая, эталон близости, единения, картина «Отец», эталон доверия и передачи опыта. Ну, цветы – это эталон красоты, чистого цвета. Есть картина «Дыня». Это очень интересно, это эталон озарения, потому что, когда она возникла, мой ребенок принес в мастерскую дыню, разрезал ее, как будто солнце вошло, и вот эта брыжащая мякоть, вот блики, как бы для меня было, как солнце, которое вошло в мою мастерскую. Вот. Там много, на самом деле, есть о чем задуматься, и я думаю, что эталонов на самом деле много. А сколько их в жизни Аси Феоктистовой? Бесконечное множество. И это подарки каждый день. Центральное место в экспозиции занимает работа Адама и Ева. Да. Расскажи о ней, пожалуйста, подробнее. Ну, невозможно про нее рассказать, не рассказав вообще о концепции экспозиции в целом. Дело в том, что предваряют экспозицию «Два огромных дерева». И для меня вот эта «сила деревьев» называется, то есть это ток энергии, ток силы от земли, вот эта напряженная линия деревьев, их певучесть, это является как бы знаком вот этой жизни. И человек, проходя между двух деревьев, оказывается с обратной стороны, и там картина Адама и Ева. Ну, классически принято изображать их такими прекрасными и как бы десную природу человека. Но для меня Адама и Ева – это на самом деле начало греха, начало распада этой жизни. Поэтому они контрастируют с деревьями. Они такие очень напряженные, энергичные, полные страсти, немножечко уже как бы измененные своей жизнью, своей вот этой вот решимостью встать на этот путь, да, как бы разлада. И поэтому в этом все, в этом такой вот шаг, который уже, ну, как бы мне такое ощущение, что этот шаг, он предварен пониманием, что, может быть, этого не надо, не стоит делать, но он происходит. И вот этот конфликт внутри этой работы для меня самое главное. Они абсолютно соответствуют моему внутреннему ощущению того, что внешняя красота тела и некий конфликт того, что происходит в человеке – это то, что привлекает нас. Это очень сложный, на самом деле, для меня эмоциональный слой. Поэтому, может быть, сейчас так быстро это не расскажешь, но для меня вот эти деревья – это покой, устремлен сверху, вот такая сила роста, да, сила вот этой вот жизни, которая с земли идет, контрастирует с такими износившимися, с другой стороны, уже подверженными началу такого распада Адама и Евы. То есть, ну, они тоже красивые в своем теле, то есть, ну, понимаете, но дух в них уже забродил. Поэтому вот этот вот контраст для меня есть открытие, вот это главное такой вот контрапункт выставки. А дальше там все красиво, материнство, например, картина «Дар», которая показывает вот эталон жертвенности, да, в нежных, тонких руках женщины, светящийся предмет, но для меня он неопределен, но это вот именно ее дар, ее приношение, ее готовность жертвовать, да, ее какое-то вот примирение. Вот, кстати, о готовности. Ась, на твоей выставке картины можно трогать, к ним можно прикасаться, их можно читать. Ты выступила еще как литератор в данном случае. Это подарок для зрителя или это твоя потребность как художника максимально открыться и приблизить к себе аудиторию? Ну, тексты на обратной стороне картины, они возникают естественным путем. Когда я пишу, у меня всегда эти тексты существуют в голове, потому что и на самом деле они провоцируют картину. Какие-то вдруг неожиданные эпитеты, сравнения, что-то такое. Я получила это в дар от моей мамы. Моя мама была поэтом и очень потрясающим человеком, тонким. Она меня научила этим текстом, она меня научила в детстве, она очень серьезно подходила к написанию сочинений, вообще вот, ну, как бы к литературе. И поэтому тексты возникают параллельно с живописью, они записаны на обратных сторонах холста. Я никогда это раньше не показывала, это было мое личное интимное такое вот восприятие. Но сейчас я подумала, что на самом деле картина, вот, во мне произошла некая революция. Я поняла, что картина ценна не своей физической поверхностью, и она не должна быть неприкосновенна. Она ценна тем смыслом и энергией, которая внутри себя несет. И прикасаясь к картине, ты как бы становишься причастным той динамике, которая изображена на поверхности холста. Ты можешь потрогать мазки. Я верю, что зрители не причинят вреда моим картинам. Я абсолютно доверяю. И вот этот знак доверия, это то, что я разрешаю трогать картины. Рай освоен. Что дальше? Ну, дальше у меня очень серьезный проект в ЦДХ, огромная выставка, 26 апреля. Она называется «50 попыток сказать честно». Там будет не только картина рая, но и какие-то жесткие вещи, такие открытые, честные. Ну, собственно, не могу себя обвинить в нечестности и в этой выставке, но просто здесь мне хотелось самое, как бы, такое кристальное, чистое, ясное. А там, как бы, итог такой творческого пути, да, который сейчас случился. Вот мне 50 лет, и я чувствую, что какие-то задачи закрыты, и впереди такая необычайная свобода, и очень много резервных возможностей, очень много сил, которые мне бы хотелось вложить, но вложить уже очень разумно. И вот это некий рубеж, такой, некий, такой критический барьер, когда я посмотрела на все, что сделано, и поняла, куда двигаться дальше. И вот в этой выставке это будет понятно. Спасибо огромное, Ася. Спасибо вам и приглашаю всех на мою выставку в ЦДХ с 26 апреля в течение трех недель. Приходите. Ну что ж, увидимся на выставках Аси Феоктистовой. А ровно через секунду узнаем о том, где еще провести выходные. Итак, афиша культурного времени. В пятницу, 7 апреля, Театр юного зрителя приглашает на спектакль «Крыша едет, дом стоит» по пьесе современного американского драматурга Майкла МакКивера. В субботу, 8 апреля, в художественном музее продолжает работу выставка «Западноевропейский женский портрет XVII-XVIII веков». В воскресенье, 9 апреля, Театр «Преображение» ждет зрителей на спектакль-концерт, состоящий из советских песен «Гудбай, Америка». Культурных вам выходных. Увидимся ровно через неделю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА